«Мой принц» называла великого князя Дмитрия Павловича Романова известным во всем мире Коко Шанель. Благодаря ему Коко стала легендой мира моды и парфюмерии. После участия в убийстве Григория Распутина, Дмитрий Павлович был сначала арестован, а потом сослан в Персию. Эта ссылка, по сути, спасла молодого князя от смерти. Во время революции он уже был за границей. Затем князь переехал в Париж, где и состоялась его судьбоносная встреча с Коко Шанель. Дмитрий Павлович перезнакомил Коко с представительницами самых громких фамилий, включая племянницу Николая II, супермодель Наталью Полей, и свою родную сестру, великую княгиню Марию Романову, которая в то время много шила и стала сотрудничать с Шанель. Париж будет заворожен их коллекцией с явным русским акцентом. Вскоре русским парфюмером-эмигрантом Эрнестом Бо, с которым Коко познакомил также Дмитрий Павлович, будут созданы знаменитые духи Шанель номер 5. Роман Дмитрия с Коко был продуктивным и бурным, но длился всего год. С русским князем Шанель сохранила дружеские отношения.